До конца июня больше ста детей-сирот получат положенные им сертификаты на жилье. Об этом и не только. Мы поговорим прямо сейчас с гостем. У нас в студии заместитель министра строительства края Татьяна Василовская. Татьяна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ведь проблема обеспечения детей-сирот жильем, она же стоит, естественно, не первый год. Вот в чем вот эта программа отличается преимущественно от предыдущих каких-либо программ, в чем ее большая эффективность? Ну, это программа одна и та же. Это обеспечение жильем детей-сирот. Просто разные направления. В предыдущие годы реализовывалось направление в виде субвенции из бюджета краевого бюджета муниципальных образований. И муниципальные образования приобретали жилье, но за редким исключением строили жилье. Это мероприятие реализовывается и в этом году также. Но в прошлом году по инициативе прокуратуры края, при поддержке правительства Красноярского края, губернатора, депутатов, был принят закон Красноярского края о предоставлении детям-сиротам сертификатов. Эти сертификаты получают дети-сироты старше 23 лет, от 23 лет и более. Это для детей-сирот новый вид обеспечения жильем. И в прошлом году мы уже впервые выдали сертификаты, 65 сертификатов. Конечно, закон был принят во второй половине года, поэтому нам не удалось много пока еще собрать детей-сирот. Но постепенно-постепенно дети-сироты начинают понимать данную меру поддержки. И уже в этом году мы сформировали список на 160 детей-сирот. А если сравнить с предыдущими годами, это больше? В прошлом году, конечно, у нас было всего 65. Сейчас идет реализация. Сейчас уже, как вы сказали, 122 будет выдано, и 38 мы выдадим буквально в ближайшее время. Кроме того, мы далее проводим работу с детьми-сиротами и до конца года планируем еще продолжить заявочную кампанию. Это тоже теперь предусмотрено в корректировке закона, который был принят недавно, что до 31 года у нас продолжится заявочная кампания. Пользуясь случаями, хочу обратиться к детям-сиротам нашим. Они проявили себя как ответственные молодые люди. Необходимо отметить, что по выданным сертификатам в прошлом году купили практически уже все жилье, в том числе привлекали ипотечные кредиты, собственные средства, материнский капитал. То есть эта мера поддержки начала пользоваться популярностью. Так как данной категории граждан все-таки в крайне значительное количество, это более 2000 семей, Конечно, нам хотелось бы, чтобы дети-сироты посмотрели на эту меру поддержки, ознакомились, посмотрели механизм реализации и заявлялись. А мы будем делать свою работу, мы будем проверять документы в соответствии с законами, вместе с муниципальными образованиями, выделять лимиты и предоставлять сертификаты. Очень надеемся на то, что эта мера пойдет в гору, больше и больше детей-сирот будет. И большее количество детей-сирот из этой категории граждан получат сертификаты и улучшат свои жилищные условия в ближайшее время. Дети-сироты, это же, наверное, у нас не единственная такая проблемная, скажем, категория. Есть еще категория переселенцы из аварийного жилья. Как вот с этим вопросом обстоят дела? Переселенцы из аварийного жилья обеспечиваются жильем у нас в Красноярском крае ежегодно. Эта тема не остается, вернее сказать, остается актуальной постоянно. И с седьмого года мы работаем вместе со всеми субъектами Российской Федерации и переселяем граждан с участием средств фонда ЖКХ, так называемая госкорпорация, фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства. С девятнадцатого года у нас реализуется пятилетняя программа, крупномасштабная. Это 314 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это почти 20 миллиардов средств, средств фонда, средства краевого бюджета. Необходимо отметить, что Красноярский край выделяет еще дополнительно к этим 20 миллиардам свои деньги на так называемую сверхцену. В настоящее время почти половина запланированных жилья расселено. И еще за оставшийся 22, 23 и 24 год нам необходимо расселить половину жилья. Это почти 160 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В программу входит 1020 домов. Способы различные. У нас две категории граждан. Это наниматели и собственники. Нанимателям по жилищному кодексу Российской Федерации необходимо предоставить другое жилое помещение. И оно предоставляется путем приобретения и путем строительства. Строится достаточное количество жилья нового. В том числе не только в городе Красноярске, но и в других муниципальных образованиях. Лесосибирск, Ачинск, Берелевский район, Инисейский район. Строятся новые жилые дома, комфортабельные, трехэтажные, пятиэтажные. И в том числе и собственников, кто изъявил желание на получение жилья, тоже расстеляется во вновь построенные или приобретенные жилые помещения. Собственники также могут выбрать другой способ. Предусмотрен для них это выплата возмещения. Кто на такой способ изъявляет желание, производится оценка. И выплачивается возмещение. Бывают, конечно, споры. Споры в судах, потому что муниципалитет оценивает согласно отобранному оценщику. А гражданин имеет право не согласиться с этой ценой. И споры разрешаются в суде. Такое тоже бывает. Безотварно никак. И как решит суд, так и выплачивает муниципалитет. Конечно, эта программа крупномасштабная. Она должна была закончиться на 31 сентября 2025 года. Но мы ее закончим раньше, 31 декабря 2024 года. То есть на год раньше. Это, конечно, произошло благодаря поручению президента Российской Федерации. Так называемое ускорение, на которое мы пошли. Ну и в том числе Красноярскому краю, который выделил практически 50% софинансирования, на деньгам фонда для того, чтобы обеспечить переселенцев с аварийного новым жильем. Татьяна Александровна, коротко, если можно, о переселенцах из Норильской Дудинки. Программа уже очень много лет реализуется. Расскажите немножко, за чей счет эта программа? Каждый ли может в ней принять участие? Да, совершенно верно. Эта программа начала реализовываться с 2010 года. Было заключено соглашение. И 10 лет мы переселяли северян. Почти 9 тысяч семей переселилось. Было три источника финансирования. Это федеральный бюджет, это Норильский никель компания и средства краевого бюджета. Необходимо отметить, что, конечно, львиная доля финансирования – это компания Норильский никель. Они свои обязательства выполняли в полном объеме, до последней копеечки. И программа продолжилась. И это необходимо было сделать, потому что у нас очередь, она, конечно, уменьшилась. Хорошо уменьшилась, но она существует. Более 6 тысяч семей на сегодня северян, норильчан и переселинцев из города Дудинки стоят в очереди. Программа на сегодня пока рассчитана до 2024 года. Три источника финансирования – федеральный, краевой бюджет и средства норильского никеля. И также львиная доля составляют средства норильского никеля. Свыше 400 семей уже у нас были выданы сертификаты в прошлом году. И в этом году тоже у нас ежегодно где-то 400 с небольшим сертификатом получается выдавать переселинцев из норильской города Дудинки. Я думаю, что на этой позитивной ноте про сертификаты нам, к сожалению, придется попрощаться. Татьяна Александровна, спасибо вам большое. Желаем вам удачи в ваших стахановских темпах. Я напомню, у нас в гостях была заместитель министра строительства края Татьяна Василовская.